В гости друг уходите или как-то отличаются от русских варящих? Ну, конечно, эти друзья в основном у нас по мужу, то есть у меня по мужу. Поэтому, как у них это принято, так мы и дружим. В гости здесь, знаете, как разные регионы Франции отличаются, в том числе по менталитету, ну и по желаниям, ну и вообще проведению досуга. Здесь, если вы ходите друг к другу в гости, Киальзас — это регион ближе к Германии, и у них, как у немцев, у них там надо брать рандеву задолго, договариваться за три недели, о том, что вы перейдете за две-три недели, то есть так, да, так, чтобы все успели подготовиться, то есть если вы идете кому-то в гости здесь, то, да, там они готовятся, они там убираются, все это там подготавливают дом к вашему приходу, и вы приходите на ужин всегда, да, там, не с пустыми руками, конечно, да, надо что-то принести именно здесь. А в Лионе, например, там спокойно вы можете прийти, там, например, сегодня позвонили, там, ой, что вы делаете, ну вот мы ничего не делаем, приходите. У меня просто муж из Лиона, он здесь живет, да, 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 и я поэтому говорю, мы часто там бываем, и так бывает, да, ходим в гости. Ну, еще здесь сейчас, конечно, принято ходить в таких вот крупных городах Лионе, где-то встречаться в барах каких-то. А, все-таки не дом чаще всего, да? Ну, да, уже есть такое, что, да, чаще все-таки в барах, ну, дома можно, да, но проще встретиться для всех там после работы, четверг, пятница, это уже... Лена, а расскажи, пожалуйста, вообще про социальную систему, здесь вот есть какие-то пособия, там, например, там, по безработице, или там, когда с работы уволили? Да, конечно. Да, конечно. Сейчас, если вы отработали, по крайней мере, шесть месяцев официально, вам платили официальную зарплату, вы официально платили налоги, то вам положено, как и каждому защищенному гражданину во Франции, вам положено помощь, оно так называется, помощь по безработице. И в основном, в среднем, это 80% от основной зарплаты. Это если ты получал до 3 тысячи евро, ты получаешь в там 2? Да, 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 получается. Ну, опять же, с этих денег нужно будет тоже заплатить налог. В зависимости от ситуации лично, семейной, вы лишаетесь там определенного процента. Но, действительно, эти деньги, они бывают очень кстати. И, кстати, многие говорят, этим пользуются. Они, например, устраиваются на работу, предположим, официантом, куда-то еще, ну, то есть там, в бар, в казино, отрабатывают 6 месяцев, как положено. И потом они делают так, они уходят. Уходят, ну, то есть так, чтобы получить возможность претендовать на эти пособия, нужно, чтобы вас уволили. То есть если вы сами напишите заявление, конечно, никто вам платить ничего не будет. То есть у вас было написано заявление по собственному желанию. И получается так, что вам нужно претендовать на пособие, если вас уволили. 6 месяцев отработали, так делают. И не приходят, то есть на работу. День, два, неделя, месяц. И после месяца работодатель уже увольняет. Так, да, человека, поэтому получается, что вот так пользуют, используют эту систему здесь, во фронте. Так его увольняют, и что, потом получается, распособие? Да, 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 да. И человек, да, его увольняют, его уволил работодатель, и сколько бы он не получал, я даже слышала сейчас в том же Страсбурге случаи, когда так уходили менеджеры, руководители крупных департаментов, просто месяц, и приходили на работу. И ему платили, да? И ему платили потом. Да, то есть его увольняли через месяц. То есть, например, месяц он не брал трубку, вообще не отвечал на звонки, ничего, и да. Но единственное, конечно, большой минус потом устроиться на работу. Здесь нет трудовых книжек во Франции. Наверное, вы это знаете, уже разбирали. Но здесь есть рекомендации. То есть рекомендации на какие-то серьезные должности. Используют, да, звонят там начальникам. Бывшим, да, там, с работой? Да, 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 и узнают о том или ином сотруднике. Поэтому, конечно, если бы так сделали, потом не факт, что вы устроитесь на какую-то хорошую должность в престижную компанию. Получается, что... Понятно, понятно. Это, получается, сейчас очень много этим пользуются, да, люди? И вот так вот. Да, пользуются. А как же все-таки работодатель с этим борется? Работодатель никак с этим не борется. Здесь, получается, что используют саму социальную систему, официальную политику, вот эту вот французскую. Просто, да, получается, что вы каждый раз, работая официально, оплачиваете небольшой процент на вот эту организацию по безработице. И потом из всех денег, естественно, оттуда вам и платят в случае, если вы остаетесь по безработным. Вот, ну, получается, что так. И здесь компания не слишком-то теряет. Ну, да, она теряет сотрудника, но получается, что это государство. Это ответственность государству, а не компания. Лена, а, например, все-таки вот этот соцпакет человеку платит именно работодатель бывший или уже государство платит ему вот эти 80%? Государство. А, уже государство. Без разницы, да? То есть, это поле ампуа платим. Это именно, да, это именно государство. А вообще, вот это государство, оно как-то будет с этим? Потому что человек, получается, поработал полгода, может забить на все и не выходить, а потом платить ему надо будет. Или все-таки есть какая-то грань вот эта, где государство скажет, парень, ты, типа, ты сам не ходил, у тебя работа была, и давай мы тебе платить не будем. Есть такое или нет такого? Я не слышала, чтобы были какие-то предпринимательные меры по борьбе с этим. Я знаю, что многие так делают, используют. И, ну, то есть, вот кто может себе позволить, получается, они это делают. Кому вот эта человеческая сущность, ну, не позволяет, какая-то совесть, да, в конце концов, они, конечно, не используют. Ну, я, знаете, как, я не знаю рядышком с собой французов, которые использовали бы эту систему таким образом. То есть, все-таки люди сами французы, ну, все-таки честные, они дорожат своей работы, своей репутацией, и, ну, так делают от безвыходности какой-то, наверное, может быть, не хотят работать, не любят свою работу, знаете, как-то. Выиграли, да? А? Выиграли на работе уже, да? Выиграли? Ну, да, 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 если так как-то совсем не нравится, что они делают, вот иногда, да, себе позволяют. У меня тогда знакома была, она азербайджанка сама, вот, ну, замуж вышла за бельгийца, и говорит, меня, говорит, очень напрягало, когда, говорит, там, высчитываю, сколько кусков хлеба порезать. Да, потому что я не понимал вообще, в чем-то вот это вот там, именно чтобы кусков хлеба порезать было там на столе, потому что для меня, говорит, там, для азербайджанки, это, говорит, непонятно, там на столе всегда все стоит, а тут у них вот все было так вот. Да, здесь эта подача на стол, это отдельная, конечно, история, и у них своя культура, нет такого, что когда у вас какой-то праздник, конечно, как в России мы, да, накрываем полностью стол, даже вот у меня, когда муж приезжает, ну, и раньше там приезжал, мама накрывала там все, и одно, и другое, и другое, ну, салаты там разные, а здесь четко праздник, например, закуска, подается вино, там, белое, сухое, если это к рыбе, например, к тем же устрицам, ставятся уже открытые, подготовленные устрицы, да, там, тарелки пустые для того, чтобы там положить себе хлебушек, да, и ставится вино. И так постоянно, то есть для каждого блюда приносится уже заготовленная там по порциям большая тарелка, и с этой тарелки хозяйка обычно накладывает там всем, то есть как-то так, знаете, получается, что, да, все готовится заранее, и нет такого, что пришли, вы пришли кому-то в гости, и у вас шведский стол, там, все накрыто, нет, здесь так порционно. Да, все порционно. Порционно получается. Да. Ну и вообще, вот, как-то, вот, отличие какое-то сильное есть, например, от наших русскоговорящих, что-то нравится, что-то не нравится, есть какие-то моменты, что ты принять, например, не можешь во французах? Во французах? Да. Ну, в общем, жизнь во Франции. Ну, наверное, это от каждого зависит, для меня это была проблема, ну, и, в общем-то, сейчас это вопрос гигиены, да, здесь есть такое, да. Да, многие же выросли в домах, да, в частных домах, соответственно, они, когда вы, когда приходите в дом, вы никогда не разуваетесь, то есть вы можете не разуваться, но сейчас не все живут в домах, там, некоторые живут в квартирах, соответственно, бывает так, что некоторые приходят и так же не разуваются, ну, бывает, бывает такое. И, там, мытье рук тоже, это необязательное действие. Да, 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 я видела такое, да, и, например, там, то же самое, там, для посуды они могут использовать одну и ту же губку, там, два года, грубо говоря. Я видела, я видела, я видела такие губки, это ужасно. Да, да, в ресторанах тоже, например, в ресторанах я узнала, потому что меня это интересовало, они не, знаете, как, не проверяются постоянно, как у нас, например, ну, у нас по другой причине, они там проверяются, наверное, да, но здесь просто недостаточно людей работает вот в этой системе, и просто какие-то даже мелкие производители, они годами не проверяются. У них там столько нарушений, если к ним прийти проверить. Например, кафешка, да, в смысле? Кафешка или, например, производство каких-нибудь булочек или там шпецели, макароны местные, вот здесь, например, в Альзасе все кушают. Да, они проверяются, и там можно такое найти, что просто страшно. Так они же, по-моему, в лицензии получают, их же там проверяют, там пожарники разные, сэс. Ну, один раз, один раз при открытии, да, да, конечно. А потом, ну, нужно ходить, проверять, но нет людей. И только если вы не нажалуетесь, то есть если вы там куда-то не позвоните, и не напишите, и не попросите их проверить, никто их дополнительно проверять не будет. А, это там после отравления, да, что-то не понравилось, там какую-нибудь булочку не ту съели? Ой, тут уже внутри месяца, да, были проблемы у всех с животами. После чего? Ну, вот после праздников. А, отравились кто-то, да? Да, все, поскольку вот мне один врач сказала, что у нее было 500 человек. Это что такое съели-то на праздник? Устрицы, говорят, устрицами все отравились. Это какие-то они были плохие, да? Ну, получается, что так. Получается, что так. А здесь вообще есть коррупция? Нет? Ну, как, где ее нет? Везде есть она, да? Да, везде есть, везде, да. Периодически это... На работу строить тоже через брата, через свата, через друзей? Нет, ну, коррупция здесь на высоком уровне. А, на другом уровне, да? Да, на другом уровне просто. Нет, здесь сейчас работаю достаточно легко. Если человек хочет работать, да, там, не ленится, он может спокойно устроиться в ресторан. Здесь очень легко, кстати говоря, да, устроиться официантом. Не многие хотят из-за сложного графика работать в ресторане, потому что здесь в основном рестораны работают днем на обед с 12 до 2. Официанты, повар, да. А потом долгий перерыв, я не знаю, вот в Испании, наверное, да, вы же там в Испании ездите. И потом 7 часов. И там до часу, да? Нет, до 10. До 10. А, такой график. Да, 35-часовая рабочая неделя во Франции. Поэтому вот 7 часов каждый день. Да, надо наработать. Просто график такой сообразный, да, получается? Да, да. Ты должен под ним подстроиться. Да, да. И поэтому не все не хотят, у тех, у кого семьи, дети, не все хотят подстраиваться по такой график, ну, как, не всем комфортно. И, например, я знаю, что официантов большая нехватка. Серьезно? Даже не хватает? Да. Ну, и, соответственно, устроиться можно вообще нелегально здесь устроиться? Да, можно. Можно? Нелегально даже? Да. Ничего не говорят? Или для бы не проверить, а невозможно? Ну, знаете, когда такой пик сезона, например, там, зимой, ну, в декабре, здесь же период Рождества, если мы говорим про Альзиас, да, в декабре очень много работы. В таких ресторанах, в отелях. Да, можно нелегально даже устроиться, да? Да, мне говорили, что устраивались, убираясь, комнаты, да, потому что так нелегально. Интересно. И летом, ну, летом тоже все-таки, да, сезон, тепло, хорошо, здесь все приезжают, гуляют, все бары заполнены, все террасы открыты в основном в Альзайсе, в Сразбурге. Можно попить белое вино, здесь регион знаменит своими белыми винами, те, кто любит, знает, это очень рекомендуется, конечно, приехать, попить здесь рейслинг или гиверстраминер, гиверстраминер, или траминер, его раньше называли здесь. Прекрасное такое фруктовое, яркое, насыщенное белое вино с ароматом розы по классике. Лена, а вот часто вообще в Германию выезжаешь, там, рядом другая страна, получается, границ каких-то, 10 километров? Все в Германию ездят за продуктами и за, сейчас уже, всякими продуктами для уборки, для хозтоварами. Всяких хозтоварами? В Германии? Да, да, да. Есть, но просто все дороже, получается. А, в Германии дешевле. Подешевле, и тут 5 километров, там, быстрее. И туда спокойненько. На велосипеде, ну, не на велосипеде, на машине, конечно, да. Через мост и уже Германия. Вы видели, когда ехали, да, никто не проверяет, все свободно, как одна страна. Граница идет по Рейну, по середине Рейна, и вы проезжаете, когда, середину Рейна уже в Германии. А с чьим жильем здесь вот? У вас жилье снимаете или свое? Здесь в Альзасе снимаем. Снимаете, да? Какие вообще цены здесь на жилье? Там сложно снять? Купить или снять? Ну, купить, например. Купить надо рассчитывать, если вы не хотите жить в каком-то там панельном доме с беженцами и так далее. То надо рассчитывать где-то про покупку от 4 тысяч с Расбурги за квадратный метр. Так, ну это получается, например, если 50 тысяч, 5 на 4, 20, 200 тысяч евро, да? Примерно. Нет, за 200 я не видела здесь жилья. Это дешево или дорого? Это дешево. За 200 нету. За 300, 300 тысяч примерно. Это в городе или вообще за окраину? В городе, в городе. А где-то там вот на окраинах можно что-нибудь купить? На окраине, да. Опять же, если панельное жилье, то оно будет подешевле. То есть вот как раз, наверное, 200 с чем-то. За 200 можно купить, да, панельное жилье. Высокие, высокая стоимость. Да, стоимость жилья, как поднялась 10 лет назад, так она и не опускалась. Последние 10 лет здесь жилье стоит достаточно дорого. И так это на одном уровне, да. Лена, а вообще была такая ситуация, когда вообще там финансов не было, например? Были здесь инфраструктуры или не было такого никогда? А у меня или? Ну, вообще, да, в семье. Ну, когда я только переехала, конечно, я уже не работала, соответственно, было все на мужа. Съем квартиры, продукты. Он привык достаточно так жить свободно, ни в чем себе не отказывая раньше. Всю зарплату тратил на все, что хотел, ничего не откладывал. А у него такой был принцип с определенного возраста. Все, все, все тратило, то есть жило. Комфортно. Очень, очень комфортно. А все-таки два человека, один и один. И были определенные сложности, да. Но ничего, у него все-таки был сразу меньше налог. Вот он сразу, после того, как мы зарегистрировали брак, да, получается, что он гораздо меньше, почти в два раза он сразу уменьшился. Налог. Да, налог. То есть он иногда там платил, а то тысячу евро что-либо. Месяц налог. Да, 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 да. И гораздо меньше. То есть вот какая-то денежка уже была больше, нежели… Это когда он стал женат официально, да? Да, да. Даже на иностранке, получается, без разницы. Да, без разницы. А вообще вот как-то приветствуются. Вот, например, тебя приняли как-то в кругу, там, французники, там, друзья вот эти, там, на равных общаются или как-то все-таки, там, ты иностранка, как-то для них есть такое? Я иностранка. Ну, типа там, что вроде, там, не своя, там, чужая, там, занимаешь место чьё-то. А, нет, нет, нет. Такого нет. Вообще, мне кажется, французы, они в душе такие добрые. Добрые? Да, да, да. Они всех принимают. Видите, то есть вот сейчас такая ситуация вообще во Франции. Много беженцев. Они же всех принимают. Их всегда принимали, поэтому они к чужестанцам относятся к спокойно. И, наоборот, где-то даже они помогают, они там спрашивают, как дела, ну, понятно, там, советом. Не финансово, да, не финансово, но там советом. Ну, понятно. Да, 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 нет, они открыто там и сочувствуют. Нет, я не слышала, чтобы было у них какое-то такое негативное чувство. Нет. А вообще, вот здесь беженцев есть? Много здесь бизнесов? Как вот с ними вообще сейчас во Франции? Вроде на улицах я заметила, никого более не видно. Или куда вообще беженцев этих девают? Нет, беженцам дают жилье сразу, поэтому на улице их и не видно. Их обеспечивают жилье, их обеспечивают средствами для того, чтобы можно было кушать и так далее. И они, в основном, живут, знаете, как удаленно от центра. Поэтому вы, наверное, и не видели их в самом Страсбурге по центральным улочкам. И только те, которые такие, как по-нашему, бомжи, которые остались без жилья, они, да, их можно встретить на улице. А беженцы, они в основном все живут без жильем, они все обеспечены каким-то доходом. Ну, в смысле, не доходом, а средствами, пособиями от государства. И некоторые из них очень даже неплохо живут. То есть у них есть определенный доход, и они уже так привыкли на ребенка. В зависимости от количества детей, у семьи получается доход 2,5 тысячи. Я слышала, даже, да, 3 тысячи. Представляете? Это меньше, чем... Хотя не работает, да, получается? Да, не работает. Получается, что так. Хороший доход. Ну, это, получается, им надо отсюда не ехать, они должны каждый месяц там поддерживать, да? Ходить, куда-то отмечаться, что они там социальщики. Ну да. И просто так вот путешествовать не поедешь, да? Нет. Ты должен показывать, что ты там безработный, детей есть нечего, да? Да. Ну да, получается, что надо ходить, искать работу, то есть им тоже... А, им тоже надо отличаться, да? Да. Да, тоже так, что я там не смог найти работу. Есть определенное правило, конечно, не просто так. Ну, они как-то живут, ничего. Работают в черном. Ну, это вообще, получается, те, у кого дети есть, или у которых дети тоже так же живут, социальщики? Так же. Так же живут, да, получается? А у них какой-то вообще град есть, например, там, из статистики? Вообще беженцы устраиваются на работу? Бывает, бывает. Очень редко, или живут на социале постоянно? Ну, бывают такие, конечно, разные люди есть, и бывает, что и сразу... У них же есть право на работу, да, получается, убеженность? Да, конечно, не сразу. Я знаю тех сирийцев, которые, так получалось, что я встречала, люди приезжали из Сирии уже с документами. Европейскими? Да. А как это так было? Ну, там сразу, они шли там в организацию, прям... В Сирии. В Сирии, да. И им давали уже билеты на самолет, уже давали право на проживание в Сирии. У нас есть вакансы, пришла на работу, да? Угу. Это десятилетние документы. Угу. И они здесь приезжали, сразу на работу снялись? Да, да. Ну, устраивались сразу на работу, они не могли устроиться без языка. Ну, да. То есть, через какое-то время, да, почему меды или такую невысококвалифицированную работу могут пойти, там, где-то что-то мыть, убирать, да. Бывает. А, ну такую? То есть, такая неколюфицированная работа. Но СМИК, минимальная зарплата, это, вы знаете, во Франции, да, как я говорила, уже почти 1300. Поэтому, из расчета 35-часовой рабочей недели, поэтому, если вы работаете чуть меньше, у вас будет чуть меньше дохода. Но минимальная, никто не может получать во Франции. Угу. Поэтому, вот считаю, СМИК, вообще эта работа, она оплачивается как минимальная. Немально. Официант, да, сборка, помещение, это минимальная. Угу. Лена, а как думаешь вообще, вот, припадал в Франции, а здесь нелегально остаться жить вообще? Реально? Нелегально? Или тебя там отправят домой? Да. Как ты думаешь? Здесь никто не проверяет никакие документы. Никто не проверяет вообще? Нет, я что-то не проверяла, чтобы проверяли. Ну, есть такие люди, которые живут на регионе? Может там русскоговорящие наши? Нет? Или нет такой? Кто захотел, там понравился Франции, а нет финансов там показать, что-то по беженству там они не прошли. И что тебе нравится Франция? Ну, взяли, остались вы имеете в виду? Да, да. А доход какой? Ну, может там показ России или там нелегально подрабатывать там у знакомых. Ну, да, но может такое быть, но это же все не постоянно. А потом, если это все раскроется, отравят, обратно в Россию и тогда без вариантов вернуться. Так а здесь как-то, например, пока ты пропишешься, например, с вопросом времени как-то можно получить документы или сложно очень? Да. Но документы, чтобы получить документы, должны быть основания, правильно? Поэтому здесь основание, оно должно быть, оно прописано. То есть есть определенный список причин, почему ты просишь там документы для постоянного проживания во Франции. То есть он есть прямо этот список, то есть его можно открыть, посмотреть даже там префектуры любого города, предположим, выкладывают эти списки. То есть можно зайти на сайт, например, в Страсбурке префектура и там есть список документов, которые там нужны для того, чтобы подать на карту сижура. Это карта, которая позволяет вам проживать, ну такой мини-айди, мини-паспорт. Мини-паспорт. Да, ну то есть до паспорта, то что вы получаете, да, по-русски. И да, конечно, почему, если найти какие-то лазейки. Ну, самая такая легкая лазейка, это все-таки через либо фирму, либо семейные какие-то связи. А фирму вообще сложно сейчас так крыть? Фирму? Сложно. Сложно? Да. Ну, надо показать, денег много там или как? Да. Но здесь, опять же, да, в зависимости от вашей ситуации, если у вас нет документов здесь, то будет сложно. То есть я даже таких случаев не знаю, не слышала. Там обязательно нужен документ для открытия фирмы. Вот, например, я сама открывала, как индивидуальный предприниматель. И там нужны документы, как карты-досижёра, ну, как паспорт. То есть это нужно показать местное. По-другому, если у вас нет этого документа, по-другому есть там. Но вам можно устроиться, то есть вам можно найти такого там русскоговорящего, который открыл свою фирму, предположим, здесь, и он может вас оформить на работу. Почему я? Да. Можешь такой, да? Конечно, да. Заключить контракт. Но для человека, как, например, меня, брать кого-то на работу – это большая ответственность и высокие обязательства по отношению к другому. Во-первых, это тоже высокий налог почти в два раза. То есть компания платит в два раза больше, чем получает человек официальную зарплату. То есть если у человека, там, две тысячи зарплаты, то компания со всеми налогами дополнительными заплатит за него, ну, то есть выделит у своего бюджета четыре тысячи. То есть у него две тысячи, а компания платит четыре тысячи. Это он должен, две тысячи должен вообще, ну, например, если я, например, сам захочу за тебя платить, ну, просто не работаем, мы там договорились, например, я должен две тысячи евро просто сам платить в месяц за себя. Ну, да. Такие цены. Ну, кто ж так-то говорит, потому что вы же… Как это документально все показалось? Сложно все, да? А вообще не буду, например, если я на работу хочу устроиться, не буду, например, там, он поверять, чтобы там взять, например, десять французов отказать им десяти французов или там двадцати, а меня потом взять? Ну, должны, да, должны в компании написать документ о том, что он на эту должность не может взять французов. Ну, например, компания туристическая, предположим, будем говорить про туристический бизнес, и я не могу взять, предположим, француза, да, мне же нужно, чтобы он говорил на русском языке, а я там нашла такого-то человека, он где-то в Питере, предположим, и хочет там взять часть работы во Франции. Таким образом, можно пригласить, я думаю, и договориться можно через этот вопрос. Можно спросить, все-таки не нужно будет ему там отказать там много французов и тебя взять, да? Такого не нужно будет? Ну, думаю, что нет. Ну, в туризме легче. А вот если снимать, например? Снимать 800 евро. Это минимально? Или все-таки где-то в однокрайних можно там за 500 снять? Да, конечно. То есть, если вам нужно какой-нибудь такой апартаменты или, да, там, студию, например, можно снять, знаете, в семейном доме, там, какой-нибудь трехэтажном, на верхнем этаже с Монсартой за 600-550. Ну, 550 – это минимальная, я думаю, что это минимальная цена, которая возможна. Здесь вообще дешевле нету, да? Нет. А вообще, где-то деревушку купить, например, здесь 20% деревушку будет. Там можно еще за 100 тысяч евро купить или нельзя? Нет. Вообще таких цен нету? Нет. Это что, там, настолько цены высоки, даже где-то какую-то халупу даже нельзя купить здесь, ну, какую-то такую маленькую артистку? Халупу, вот, не видела. Поверьте, правда, мы смотрели жилье, потому что мы снимаем, и получается, что кредит здесь полтора процента. Да, там даже можно за 1,4 найти. И мы смотрели, так что купить что-то такое не очень дорогое и там самим отремонтировать. Нет. Даже в старом доме, где нужно потратить еще кучу денег на ремонт, просто нет возможности, нет. Это настолько насыщенно людей, здесь спрос превышает приложение, да? Получается, что так, да. Именно здесь, в этом регионе, знаете, никто не уезжает. То есть, альзасцы, они отсюда не уезжают, они настолько преданные, там, и своей семье, культуре, ну, в общем, регион, они не уезжают отсюда, поэтому не освобождаются жилье. Ну, и регион богатый, альзасцы. Он второй во Франции после региона Иль-де-Франц по экономической ситуации. То есть, сначала Париж, да, под Парижья, а потом уже Альзас. Ну, примерно, можно сказать, говорить про Лазурный берег, тоже, наверное, там, не дешевое жилье, да? Да, там, если смотреть Ницца, там, дорого, там, и 500, и 600, наверное, может стоить тысячи. Да, да, под миллион евро, думаю. Да, но здесь высокие зарплаты. Здесь, по сравнению с другими регионами, достаточно выгодно работать. Я знаю даже, вот, на примере своего мужа, он сюда приехал по работе, ему предложили, в Лионе, он искал работу, ему предложили вот сюда переехать. Он переехал, немножко было повыше. И, хоть он и не очень любит, не близок ему этот менталитет местный, все-таки он больше немецкий. А вы знаете, французы и немцы, они... Все-таки разные? Да, 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 они разные. И он не может переехать, ну, то есть не получается у него что-то найти лучше, чем здесь, потому что здесь достаточно высокие зарплаты. А какие примерно, если не секрет? Какие примерно? Ну, смотрите, минимальная зарплата во Франции с прошлого года, вот, после всех этих забастовок, 1270. 1270 – это минимальная зарплата, то есть такой СМИК. А потом, получается, что хорошая зарплата, хорошая здесь считается уже 2500. Это чистыми, да? Нет. Грязными? Да. А с вычетом налогов? С вычетом, ну, знаете, про вычет надо говорить в каждом конкретном случае, потому что в зависимости от ситуации. То есть самые высокие налоги у человека, кто живет один, без детей, без брака, самые высокие. То есть там прогрессирующий, да, налог. И по доходу, то есть чем выше доход, тем выше налог. Поэтому, если человек там получает 2500, у него есть семья, дети, то все распределяется там на семью, на количество человек в семье. И уже смотрится там, то есть может быть не очень высокий налог, и там будет минус 10%, например, и все. А бывает так, что там снимается там чуть ли не 40. Лена, здесь есть вообще люди рантье, кто просто там заработал, например, не работает больше? Есть такие? Или здесь государство не даст так вот кайфово просто жить, например? Ну, если мы говорим про Францию вообще. Ну да, во Франции вообще, да. Во Франции, конечно, есть определенные регионы, куда едут такие люди. Почему? Всем известно, что русскоговорящие там наши живые из Москвы. У меня были такие даже туристы, путешественники, которые уже не работают. У них есть определенный доход, процент от когда-то заработанного капитала. И они так и живут на эти деньги. Ну, а здесь же дорого получается, что Франция это такая не самая дешевая страна. Даже некоторые французы сами уезжают куда-то там. Отсюда? Да, да, да. В Филиппины? Ну, в Филиппины нет, я думаю, что это больше как-то к англичанам. Нет, они уезжают на острова, на свои острова, на французские. Либо кто-то едет вот в Испанию тоже, куда потеплее иногда. Туда жить, чтобы здесь налоги не платить такие высокие, да? Да, да, да. Ну, чтобы просто жизнь подешевле получается. Еда, там, они могут здесь сдавать квартиру, например, там за те же 850. А если у них дом, то они за 1500, например, дом сдают и там снимают. Здесь очень выгодный бизнес сдать в аренду жилье. Да. Выгодно? Да. Это, главное, купить? Да. Вам надо купить, получается, например, отремонтировать из 100 метров, сделать две квартиры, предположим, и сдавать это там посуточно. Это очень выгодно, да. Потому что сейчас развитый Airbnb, ну, все снимают. Причем все же французы, они путешествуют, они всегда снимают через Airbnb. Да, выгодно, получается. Лена, нет такого, вот я услышал такое про Лазурный берег, что там, у кого очень богатые виллы, государство французское потихонечко забирает его. Ну, как так вот потихонечко, там, говорит, налоги платить. Налоги, да. И, в общем, потихонечку там виллу за миллион евро могут просто отобрать. Есть такое? Да, 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 очень высокие налоги. Франция – это страна с самыми высокими налогами на недвижимость. Это так. Я смотрела статистику, получается, Франция на первом месте по налогам. Это даже, например, если маленькую квартиру придется купить, и сразу за нее будешь платить очень много? Ну, немного, но за маленькую. Вы платите за количество квадратных метров. Ну, например, за 50 квадратных метров сколько будут платить? В год? Да. Так, сейчас я скажу. 1600-1700 евро? Да. Ух ты. В России-то вообще получается там 10 тысяч рублей. 150 евро, так? Ну, да. А здесь, получается, 100 тысяч рублей. Ну, вот, получается. А сколько помещено будут платить за нее? Такого нет здесь. Только за коммунальные. А за коммунальные вы будете платить 100 евро. Это как минимум. Итак, друзья, кто захочет прогуляться по городу в компании Елены, ссылка на ее контакты будет в описании и в первом комментарии. Поэтому звоните и заказывайте экскурсию. Счастливо! 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 Счастливо!